Активное лесоодновление и освоивание новых технологий выращивания, повеличение объема у норыхтовки. На выращение таких задач скерова надеянность лесных господарок при немыне. Чекается, что все лето у годовальников в области будет выращено около 35 миллионов сеянцев посадочного материала. Это означают специалисты достатково для эффективного одновления лесных площадь. Несмотря на то, что наша область занимает не самые первые позиции в республике по лесистости, мы всего лишь 35,7% имеем, если по республике 38,9%. Это и понятно, потому что область аграрная. Но, несмотря на это, мы, тем не менее, занимаем площади лесов, сопоставимые с такими странами, как Бельгия, Голландия. Я думаю, что это тоже показатель. И за последние 10-15 лет наши лесоводы восстановили леса на площади 69 тысяч гектар. До слова, за последние 10-ти годы площадь леса при немыне повеличилась на 21 тысячу гектаров. И становчая динамика у этой сферы заховывается. Как подкресливают специалисты, это становится мягчимым, благодаря перспективному планованию и эффективной работе леса господарок в области. На наших 9 базисных питомниках, которые занимают площадь порядка 200 гектар, в этом году мы планируем вырастить порядка 35 миллионов сеянцев посадочного материала для лесовосстановления. Этого вполне достаточно с запасом для того, чтобы восстановить свои леса после вырубок. И еще осталось нам для реализации в соседней области, вы знаете, наверное, все, что Гомельская область значительно страдает от караеда больше, чем мы. Работа по лесоодновлению в регионе протягивается. И она корректуется с уликом актуальных околичностей. У приватности шкодного уздеяния караеда на хвойные древы. Тому в области планируется зарабить больший акцент на листовые виды. И как ухудшивается на территории их родинщины, протягнется актуная высадка Бярозы, Дуба, так само Олешины и Бука.